RMS-проб — это достаточно интересный алгоритм, который подстраивает скорость обучения для каждого из параметров нейронной сети автоматически отдельно. Однако этот алгоритм чем-то напоминает стахастический градиентный спуск. И его можно немножко улучшить, применив тот же трюк, который мы применили к обыкновенному стахастическому градиентному спуску, и получили из него стахастический градиентный спуск с моментумом. И мы будем использовать вот этот вот трюк во второй форме, где мы использовали экспоненциальное скользящее среднее. Итак, вот у нас новый алгоритм, который будем называть АДАМ, который выглядит следующим образом. Новые параметры нейронной сети будут вычисляться как старые параметры нейронной сети минус скорость обучения умножить на экспоненциальное скользящее среднее градиента лос-функции в текущей точке, делить на корень квадратный из экспоненциального скользящего среднее квадрата градиента лос-функции в текущей точке. Напомню, что вот здесь у нас квадрат градиента, это поэлементный квадрат градиента. Это вот такой вот вектор. Таким образом, у нас сверху стоит вектор, и снизу у нас стоит вектор такого же размера, что и сверху. И здесь у нас происходит поэлементное деление. Вот такой метод оптимизации называется АДАМ, и он объединяет как положительные качества стокотического градиентного спуска с моментумом или с импульсом, и метода RMS-проб. Это очень распространенный на сегодняшний день метод оптимизации нейронных сетей. Его преимущество заключается в том, что для этого метода не нужно подбирать параметры. Параметры для алгоритма АДАМ оптимальные, как правило, следующие. Скорость обучения равна 3 на 10 минус 4, параметр экспоненциального скользящего среднего числителя β1 равно 0,9, β2 равно 0,999. Вот с такими параметрами практически любая сеть, оптимизированная АДАМом, научится каким-то хорошим результатам.